Узнать последние актуальные новости по озвучке можешь в моем телеграм-канале. А если захочешь поддержать старую хухлю рублем, вот тебе ссылка на мой бусте. Замок пловца. Фанатские комиксы. Фанатские комиксы. Возвращенцев малолетних останавливала. Мы не хозяева своей судьбы, принц Сейрен. Если тебе предначертано убить меня, я ничего не могу с этим поделать. Вы говорите так уверенно, что я до сих пор не могу перестать дрожать. В этом нет смысла. Они будут разочарованы во мне. Вы были правы, мистер Маяк. Мы не можем ничего сделать, чтобы изменить свою судьбу. Ваше исполнение пророчеств, а моя освобождение вас. Вы прекрасно танцуете, Ваше Высочество. Ты тоже неплох. Я был на многих балах, но это впервые, когда меня пригласил на танец сам принц. Я бы мог пригласить тебя в другое время и в другое место. Это свидание? Наверное. То есть, я имел в виду да. Как насчет завтра? Конечно, он такой милый. Ах, он, наверное, думает, какой я дурак. Понятия не имею, что сейчас произошло, но я это сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Сайрен, я пришел на этот пляж не для того, чтобы увидеть, как ты прячешься от меня. Я не прячусь. Лыжец. Это правда. Так, почему я чувствую себя здесь так одиноко? Разве тебе не нравится то, что ты видишь? Каппа, я должен сказать тебе кое-что. Ура, принц хочет провести время со мной. Что-то не так? Ну, да. Ну? Я нехорошо себя чувствую с утра. Сайрен, почему ты не сказала об этом раньше? Ты думал, я буду сердиться на тебя? В этом нет никакого смысла. Нет, но я не хотел все как обычно испортить. Ты планировал эту поездку несколько месяцев, а я просто... Я просто не хотел стать препятствием в этот раз. Прости, милый. Я никогда не сделаю ничего, что заставит тебя чувствовать себя неуютно. К тому же, если ты волнуешься, ты самый сексуальный, кого я когда-либо видел. Доброе утро! Вы искали эту комнату? Боже, как он горяч! Да, благодарю, мой принц. Иногда мне интересно, какой я на вкус? Я уже знаю. Ммм? Ммм? Какой разврат. Чмок? Ушшш! Мне очень жаль. Я даже не понимаю, почему могу самостоятельно двигаться. И я просто... Не смотри вниз, 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 не смотри вниз. Ух! Он носит боксеры. Он этого не знает. Ух! Сайрен, вставай! Тренировка закончилась час назад, а ты до сих пор лежишь. У меня болят части тела, о которых я даже не знал. Думаю, мисс Нед снова хочет увидеть меня мертвым. Уверен, это потому что она знает, что ты можешь быть сильнее. Надеюсь, она понимает, что я не бессмертный. На последних упражнениях я думал, что умру. Если бы я не упал в обморок, то подбодрил бы тебя. Но я хочу стать сильнее и быть в состоянии защитить тебя. Ты умер, потому что я был недостаточно быстр. В тот день я не мог ничего сделать. Как и дома, я был бесполезен. Как я могу показать тебе, что ты мне небезразличен, если я... Остановись. Мы оба умерли в тот день. Я маяк. И я даже не смог... Не смог спасти своего парня. И я не хочу, чтобы мы продолжали винить себя в том, что случилось. Даже представить не могу, что могло случиться, если бы... Ты... Пожалуйста. И я очнулся за несколько секунд до смерти. И я увидел тебя, и... И я думал, это будет в последний раз. Хорошая работа, Каппа. Сэрэн, ты в порядке? Хе-хе. Он горяч. Он смотрел на меня, пока я тренировался. Это неправда! Сэрэн, сфокусируйся на своих тренировках. Да, мэм. Я не знал, что тебе нравятся блестящие вещи. И я думал, это очевидно. Каппа, смотри, что я нашел! Она красивая и яркая. Прямо как кое-кто кого я знаю. Это твой новый способ флирта? Может быть. Но я говорю правду. Надеюсь, мне повезет найти ракушку с острыми зубами. Ракушка не потребуется, если ты... Каппа, у тебя кровь! Ты в порядке? Это должно быть больно. Да, это больно. Очень больно. Ты знаешь, куда я попадаю, когда засыпаю? Я даже не знаю. Чувствуется что-то знакомое вокруг. Но я не хочу быть здесь. Я знаю многих людей. Просят о том, о чем всегда желали. И я убегаю, потому что, по иронии судьбы, только там у меня хватает духу сбежать от них. Внезапно у меня заболевает сердце. Я хочу позвать на помощь, но не могу говорить. Потом ко мне кто-то подходит. Он не отпускает меня. Он выглядит в точности, как я. И говорит то, что я всегда думаю о себе. Ты заслуживаешь эту боль. Все плохое случилось из-за тебя. Ты дал нам умереть. Ты дал нам... Ты дал нам умереть. Умереть. Мы умерли. Ты дал нам умереть. И я дал им... Каждый... Все жители в том месте... Ты в порядке? Ты никогда не звонил мне так поздно. Мертвы. Я просто хотел услышать твой голос. Мы вернулись. Мы вернулись. Ты не представляешь, насколько мне нравится твой новый стиль. Принц Эйрен может выглядеть очень устрашающим, когда злится. Но на самом деле он довольно миролюбивый человек. Этот устрашающий вид может напугать только тех людей, кто его не знает. Я приберег это для тебя. Ты должно быть ослаб. Не беспокойтесь, ваше высочество. Я... Пожалуйста, возьми это. Я возьму, возьму. Я хочу потрогать его зубы. Капа... Это как бы опасно. Своим языком. И странно. В тихом ужасе. Кто этот горячий парень? Остынь, чувак. Это твой парень. Уф. Хе-хе-хе. Ээээ. Капа злая ведьма. Он такой милый. Я выгляжу пугающе? Очень пугающе и мило. Но я думаю, уже с рукой делают не так. Ну и как? О, я понял. Но не делай так больше. Я чувствую себя неловко. Когда ты делаешь это при мне. Хе-хе. В один прекрасный день, принц проснулся с длинными и не колючими волосами. Мне нравится. Это прекрасно. Спасибо тебе. Это было не сложно. У меня очень красивый парень. What the fuck? Принцерен, к вам что-то приклеилось. Хе-хе. Все в порядке. Это мой парень. Хм. Ладно, Сэрен. Покажи, чему научился. Ты готов? Пагун, не груби Сэрену. Мы гости, так что веди себя. Мам, в этом суть тренировки. К тому же Сэрен не... Хе-хе. Я выиграл. Что? Нечестно! Иди сюда, я покажу тебе, как побеждать. Хорошая работа, Пагун. Еще один шрам, и мама меня точно убьет. Это не твоя вина. Я все еще медлительный и неуклюжий. Но маме на это плевать. Я обязательно их сниму. Но подожди немного, прежде чем вернуться на улице. Снято! Да, папочка. Давайте передохнем, ребята. Кое-кто не помнит свои слова. Капа! Предполагается, что твой персонаж застенчивый, невинный человек с чистыми мыслями. Желание увидеть твое красивое лицо – чистые мысли. Я так не думаю! К тому же я потерял свой сценарий и использовал реплику из другого фильма. Какого жанра? Ладно, я не буду спрашивать. Быть принцем казалось веселее. Чего хотел Капа? Хочешь поиграть в игру? Конечно. Я обещаю быть нежным. Не нужно. Что на самом деле произошло? Эти идиоты не умеют пить в меру, и сейчас они не помнят даже собственных имен. Не будьте как эти идиоты. Ну что еще не помнит, Сейрен? Хочешь воды? Ага. То, что Капа приготовился делать взрослые штуки. Детка! Что такое? Трахни меня! Сейрен Ехе не отвечает. Ты принес при... Да, и я научился открывать их ртом. Сексуально! Окей, поехали, но... Сейрен! Кто такой Сейрен? Ничего не чувствует из алкоголя? Нет, вставай, не умирай! Что болит? Где аптечка? Сейрен! Капа, я хотел сказать это раньше. Не думаю, что мы сможем заняться этим сегодня. Быть принцем утомительнее, чем я думал. Прости, я не знал. Все в порядке. Я должен был сказать тебе раньше, прежде чем выпить весь этот алкоголь. Ой, ты можешь надеть мою пижаму. Кажется, я намочил твои штаны. Не проблема. Теперь у Капы мокрые штаны. Я очень хотел сделать это сегодня. В следующий раз я спрячу весь алкоголь. И несбывшиеся мечты. Са-Мэг, нет повести печальнее на свете, чем повести о несбывшихся мечтах. Сейрен. Штаны Сейрена. Хотел бы я быть той плюшевой игрушкой. Сейрен, почему Капа в твоей постели? И почему он в твоей пижаме? Ну он был. Что здесь делают все эти фантики? В фантике? Вот черт! Не может быть! Вы, предатели, устроили ночевку без меня? Пагун, пожалуйста, не кричи. Мы можем поговорить об этом? Ты не достоин моего внимания. И ты мне больше не друг. Впервые Сейрен был счастлив быть гребаным принцем, который может использовать свою чертову силу, чтобы купить гребаную игрушку, блять. Спасибо, Сейрен! Наслаждаешься своей игрушкой? Сейрен. Сейрен. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Во вторую половину третьего тома «Замка пловца». Всех, кто ждал, я вас поздравляю, вы дожили. Сегодня будет озвучка трех мини-эпизодов. Озвучка коротенькая, но довольно-таки горячая. Ставьте лайки, пишите комментарии, переходите в мой телеграм. Сейчас я там создала отдельный чат для тех, кто хочет попробовать себя в озвучке у меня на канале. Так что все желающие добро пожаловать. Че, погнали! Их собственная комната. Это впервые, когда мы спим наедине. Мы уже спали вместе в пещере краба, но ведьмы все это время были рядом, так что нам не удавалось уединиться. В этом нет ничего такого. Мы просто спим. Но мы теперь встречаемся, поэтому я ждал чего-то такого капа. Или, может быть, такого? Теперь ты весь мой. Почему ты так далеко лежишь? Мы просто обнимаемся. Кажется, главное мне сильно не увлекаться. Я не собираюсь кувыркаться с тобой сегодня, так что можешь расслабиться. А? Кувыркаться? Спей, спей, спей. Флирт. Вау, откуда же этот секси-акула? Ох ты, ты так красив, когда так усердно работаешь. Могу я присесть полюбоваться? Обещаю не слишком пялиться. Капа сводит меня с ума. Я пытаюсь флиртовать в ответ, но он все время застает меня врасплох. Я не могу сказать ни слова, как он это делает. Так, с меня хватит. Моя очередь заставить Капу краснеть. Эй, Капа. Я хотел сказать, твое тело такое красивое, что я даже не знаю, что и сказать. А мне нравится твое. Не хочешь обменяться? Я готов отдать тебе его прямо сейчас. Мне уже не терпится потрогать своими руками твои плечи, грудь, руки. Или любую другую часть твоего тела. Правда. Но если честно, я бы мог просто любоваться твоим очаровательным лицом. Забудь, ты слишком хорош для меня. А? Что ты сказал? Я отвлекся на твою мускулистую спину. Если продолжишь дразнить меня, я тебя укушу. О, твое лицо! Не понимаю, о чем ты говоришь. Я сделал это! О, твое лицо! Ах, мне очень жаль, что я так уставилась. Я просто очень впечатлена твоими магическими способностями. Я видела это в воспоминаниях, но в жизни намного круче. Ммм. Ммм. Аааа. Ааа. Мне не доводилось встречаться с Октавией до того, как ваша компания пришла в святилище. Твое лицо так элегантно и прекрасно. Эти бугорки внизу твоих щупалец такие очаровательные. У меня есть нечто подобное. Хотя, не в таком большом количестве, как у тебя. Ммм. 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 Я тоже считаю, что твое лицо прекрасно. Ах. И твоя способность видеть воспоминания завораживает. Тем более, что ты нашла такое чудесное применение для этого. А еще, ты очень красивая. Она выглядит пушистой. Она, наверное, такая мягкая. Ммм. Ах. Ох. Ты можешь потрогать. Я вовсе не возражаю. Ммм. Только остерегайся ядовитых шипов. Тебя может ненадолго парализовать, если прикоснешься к одному из них. Ммм. Ммм. Ты такая мягкая. Хи-хи-хи. Мысли о будущем. Мне, наверное, стоит вернуться к работе. Еще пять минуточек. Нас могут увидеть. Ну же, Капа. Ладно. Нам и так хватает причин, чтобы не нравиться слаги. А? Разве они не должны быть благодарны, что я так щедро одариваю сэра Сэрена поцелуями? Хе-хе. Я не уверен, выдержу ли, если ты будешь называть меня так. Что вы имеете в виду, сэр Сэйрен? Я всего лишь обращаюсь к вам официально. Ладно. Теперь ты просто... Ах! Ах! Он такой маленький! Такой милый! Хе-хе. Капа, хочешь подойти поздороваться с этой крохой? А? Эм... Даже не знаю. Не думаю, что они обрадуются мне. Привет. А? О, сэр Сэйрен. Вы не против, если мой парень поздоровается с вашим малышом? Ну, наверное, не против. Если вы хотите этого, сэр Сэйрен. Хочешь поздороваться с ними, детка? А? Ммм? Ммм? Хе. А? А? О, привет, малыш Слаги. И морально, и для продвижения канала. Хм. Ой, тут мне придется орать. Капа! Каппа, ты в порядке? Он что? Теперь он ваш ключ? Разве ты не видишь, что ему больно? Разве это ничего не значит для тебя? Или это стоит того, чтобы твоя мечта сбылась? Что? Я не... Или ты считаешь, что он просто инструмент, которым можно пользоваться? Это все, что волнует каждого из вас! Я бы не стал! Я бы никогда не сделал это! Каппа... Что это? Что происходит? Что не так с этим местом? Хватит пялиться! Кто-нибудь из вас собирается что-нибудь делать или просто продолжите пялиться, как кучка чудаков? Давайте возьмем Каппу и отнесем к дереву Не бойся! Я не позволю, чтобы что-нибудь случилось с каждым из вас Когда вы сказали Каппе не прикасаться к китам, вы думали, что это могло произойти случайно? У нас были опасения, но мы понятия не имели, что это может его ранить И маяк, и киты существа из поверхности У нас нет полного понимания их сил Так что вот почему мы попросили Каппу держаться от них подальше Это было из-за страха перед тем, что это может навредить им Хотя... вы двое, похоже, не сильно мне верите Это просто... кит открыл глаза Он открыл глаза И все же никто из Лагги, похоже, не был шокирован этим Ты сказала, что киты были погружены в спячку сотни лет Поэтому отсутствие вашей реакции на их пробуждение немного странно Мы из Лагги реагируем очень спокойно, когда дело доходит до китов Так что не думай слишком много о нашем поведении Если вы будете... Пожалуйста, напомните маяку, что он не должен входить в контакт с китами при любых обстоятельствах На данный момент это для его собственной безопасности Как будто тебе не все равно на его безопасность Ты не делал ничего, кроме... Спокойно... можем ли мы... взять перерыв в работе, пока Каппа не почувствует себя лучше? Да, конечно... мы были бы счастливы отправить целителя... так что дайте нам знать, если что... Старайся сохранять спокойствие Твоя магия нестабильна больше, чем обычно Помни, что Каппа находится в зоне риска тоже Так что ты должен быть осторожен Ты права... прости Нет... я должна извиниться Я та, кто поставила магию внутри вас И я знаю, как это действует Когда ваши эмоции бушуют вовсю А? Бушуют вовсю Тогда я чувствовал, что не могу себя контролировать Эй, Сэрен! А? Как там Каппа? Я не уверен Мы ждем, чтобы он проснулся Фин, извини меня Извини, что накричал Ты ничего такого не сделал Мне не следовало так злиться Ну что ж, твоему парню было так больно Поэтому я тебя понимаю Ситуация была... довольно сумасшедшая И еще безумнее, что это случилось сразу после того, как Каппа показал нам тот жуткий свиток Правда, время он выбрал неудачное А... свиток? А, разве ты его не видел? Вот он Каппа нашел его в архивах А? Меня надурили переводчики И мне пришлось переводить самой Хорошо изобрели Яндекс-Переводчик Потому что мы... мы их лишь в виде плохо Прости, голос очень хрипит, сипит Возможно, будет не очень качество А? Это плохо Маяк, где он? Маяк? Кто это? Я никогда не слышала о таком Я постараюсь изо всех сил, чтобы ты вспомнила Это какой-то вид растений? Ладно, тогда может быть кто-нибудь из твоих маленьких друзей сможет мне помочь Отвечайте, пока я спрашиваю очень вежливо Ты, ответь мне, где маяк? Я не знаю, кто это Мы никогда не видели здесь маяка Мне так нравится, когда мне угрожают Я так взволнована, что в моей голове все помутнело Ты не найдешь здесь маяка Как насчет того, чтобы перестать доставлять неприятности и продолжить свой путь Ты тратишь наше время впустую Ха, правда, очень мило Вы, маленькие рыбешки Кажетесь заодно, не так ли? Вам нравится ваша жизнь? Создаете мир, в котором плаваете такие счастливые? Должно быть очень мило Вы даже не представляете, как вам повезло О чем ты говоришь? Вам это дается очень легко Так что самое меньшее, что вы могли бы сделать Это ответить на мой вопрос Скажите мне, где этот маяк? Спрашиваю в последний раз Думаешь, что сильнее меня? Ты маленький Вдохни Аракас? Что? Что ты себе позволяешь? Ты не можешь просто так хватать наши посохи Ты... Я знаю, где находится маяк Если вы оставите этих людей в покое Я покажу вам Ладно Говори Как будто мы стали бы тебе доверять После того, как ты преградил нам путь снова Даю тебе слово Кроме того Я мало что могу сделать сейчас Когда вы уже здесь, внизу Хм Что ж, посмотрим Тогда приступай к делу Мы подождем тебя снаружи Эй! Большая рыба Твоя рука Тебе не нужно не беспокоиться Я очень сильный Я буду в порядке Ну, ты... Помог мне Так что... Спасибо Ты был очень храбр Сражался с ними наравне Конечно! Я бесстрашный воин своего народа Я буду защищать свой дом от нападений и угроз Это твой дом Он принадлежит тебе Не позволяй никому отобрать его у тебя Появление нашего красавчика Я не определилась, как это мужчина или женщина Но все равно красавчик Что значит фраза Ты принадлежишь ему? Во-первых, я окончательно охрипла Во-вторых... Яндекс-переводчик! Спасибо, что ты есть! Ты принадлежишь ему Ты нужен здесь Не позволяй никому Говорить обратное Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, если вы хотите увидеть маяка, это все, что вам нужно. Это реликвия с моей родины. В тот раз я сохранил несколько вещей. Это блокирует весь свет, кроме света, который исходит от маяка. Конечно, ты бы скрыл это от нас. Всегда так верен своему богу. Как работает эта штука? Я вижу его! Ты нашел? Он прячется в этом лесу. Поторопись, нам нужно добраться туда до... Печать. Где... где мы только что были? Мы были в замке. Аракас! Маяк для каждого пророчества. Означает ли это, что Каппа не единственный такой? Это просто случайный свиток. Мы понятия не имеем, кто его написал. Поэтому не знаем, правда ли это. Каппа показала-то тебе. Да. Хотел, чтобы мы помогли ему прочитать его. Я чувствую, что следует беспокоиться о том, что написано в свитке. Но то, о чем я сейчас действительно беспокоюсь, это о том, что... Каппа! Почему ты обратился за помощью к летягам, а не ко мне? Ха! Зачем мне тебе что-то рассказывать? Ты такой бесполезный. Все, что ты делаешь, это слоняешься без дела. Я хочу парня, который бы поддерживал мои цели. И ты оказался не таким. Я сомневаюсь, что у нас что-то получится. Фу, перестань думать. Сейчас это не важно. Мне просто нужно убедиться, что с Каппой все в порядке. Сейчас это важнее. Что произошло? Каппа! Как ты? Каппа проснулся! Маленькая ведьмашка открыла голову! Вы, ребята, вернули меня обратно домой? Да, это были мы. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ты уверен? Ты кричал так, будто тебе было очень больно. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... А-а-а-а-а-а-а... Ахм... Итак... Что случилось? Я случайно прикоснулся к одному из китов, и он на мгновение проснулся. Сланги сказали, что киты спят, потому что они питаются энергией с поверхности Но на самом деле это не точно Они спят, потому что сейчас у них нет цели, которую нужно выполнить Или скорее, в настоящее время у них нет приказов от бога поверхности Причина, по которой они проснулись в момент, когда я прикоснулся к ним Это... это... потому что я их связь с поверхностью, наверное Капа, как ты это все понял? Я... не знаю Приколдесно Надеюсь, я правильно все поняла и правильно передала смысл Если что, ждите переводов от русских переводчиков и читайте Возможно, я наделала ошибок А за 7 раз прощаемся, спасибо, что ждал Эй, жди дальше Может быть, я не сдохну И будет тебе новая озвучка И кстати, там я выпустила новые 10 глав тайной любви Поэтому будь добр, посмотри, а то актив как-то упал Спасибо за просмотр Пока Откуда ты все это знаешь? А... я... не знаю После того, как я коснулся кита Каким-то образом я просто понял немного больше, чем знал до этого Если я прикоснусь еще к одному Интересно, удастся ли найти что-то еще? Даже не думай, маленькая ведьма Я видела, что с тобой сделал этот кит Так что большая мамочка Муку запрещает тебе трогать его снова А... что если я просто его тыкну? Ни в коем случае! Никогда не могла понять твою тягу к опасности Ладно, обещаю больше не трогать китов К тому же, слаги просили не делать этого Так что не буду их излить Кажется, ты их уже разозлил А... ой... правда? Да ладно, это же был не частный случай Каппа, давай уйдем отсюда А... а... Это место, с ним что-то не так Все вокруг хранят какие-то секреты А теперь еще и киты причинили тебе вред У меня такое чувство, что со временем все станет только хуже Давай просто уйдем Что? Мы не можем уйти! Мы только начали! Все нужные нам ответы здесь! Я знаю это! Мне не нужны ответы, из-за которых тебе приходится страдать Я ведь уже сказала, что больше не буду трогать китов Все будет в порядке Это место наше единственное жилище Нам больше негде жить Ты где угодно лучше, чем здесь Давай просто будем плыть на север Неважно, где мы окажемся в конечном итоге Да что ты говоришь? У нас нет времени, чтобы прохлаждаться не весть где И ждать, пока наши проблемы решатся сами собой А тут мы прям многого добьемся Мы еще даже не все архивы посмотрели Так что да, добьемся! С чего ты вообще это взял? Я не могу понять, почему ты так хочешь уйти отсюда? Ни с того, ни с сего! А я не понимаю, почему ты все еще хочешь остаться здесь после всего, что с тобой случилось? Милые бронятся, только тешатся Давайте уйдем отсюда, от греха подальше Я сказал, что буду держаться подальше от китов, разве нет? Я даже близко к ним не подойду, если тебе от этого станет легче Нет, мы уходим! И это не обсуждается! В каком смысле не обсуждается? Ты не можешь просто решить за нас двоих, что мы будем делать Я так говорю, потому что ты упрямишься Если бы пострадал я, ты бы ведь тоже не хотел, чтобы я остался Единственная причина, почему мы здесь, это твоя жизнь, Сирен! Вот почему я хочу остаться Почему ты говоришь только обо мне? А как же твоя мечта, Капа? А ты ведь мечтал перестать быть маяком Это ведь то, о чем мы договаривались, когда покидали замок Но с тех пор я не слышала, чтобы ты упоминал об этом ни разу На самом деле, сейчас ты ведешь себя, как маяк, сильнее, чем когда-либо Капа, и что, по-твоему, я должен делать? Все, что я могу, это быть маяком Я не такой быстрый и сильный, как ты Я не умею колдовать, как ведьмы Все, что я делаю, это создаю проблемы, от которых другие должны меня спасать А когда я пытаюсь помочь, это только усугубляет ситуацию Я просто хочу отплатить в ответ хоть раз Я пытался принести пользу в архивах, но я даже читать не умею Я просил Флаффинов прочесть для меня А, так, вот почему Я не могу делать даже такие простые вещи Я просто должен просить тебя о помощи Я просто устал чувствовать вину за свой выбор Каждый, кого я встретил Каждый, кто мне помог У меня такое чувство, словно я подставляю их Я чувствую себя эгоистом, потому что хочу следовать своей мечте вместо исполнения долга Вместо того, чтобы отдать им все, что у меня есть Это то, что я должен делать Теперь, когда я думаю о том, чтобы поставить свою мечту выше всего остального Я просто... Это заставляет меня сдаться А? Но... Я могу продолжать стараться ради тебя, Сейрен Я делаю это для тебя Потому что... У меня не получается для себя Ты это то, что дает мне мотивацию держаться на плаву Я чувствую то же самое, Капа Я не могу заниматься этим только ради себя Когда речь идет о снятии моего проклятия Думаю, я уже сдался Но ты меня мотивируешь И если ты решил отказаться от своей мечты Позволь побороться за нее Хотя бы мне Твоя цель это перестать быть маяком И прожить свою жизнь в небольшом доме С семьей И я помогу осуществить это Тебе нужно дожить до этого Да, ты прав Узнать последние актуальные новости по озвучке Можешь в моем телеграм-канале А если захочешь поддержать старую хухлю рублем Вот тебе ссылка на мой бусте Тебе нужно дожить до этого Да, ты прав Итак, Флайфин показал тебе свиток? Да Я действительно хотел показать тебе это Я просто... Все в порядке На самом деле, даже не знаю, что думать об этом Значит ли это, что где-то есть и другие маяки? Или это просто красивая история? И если бы были другие маяки То ты бы увидел уже хотя бы одного, так ведь? Ты проплыл все моря Да, разве что Может с ними что-то случилось? Мы будем продолжать искать Пока не выясним, в чем проблема Да, хорошо Прости, что я сказала ранее О том, что ты больше, чем когда-либо был похож на маяка Я не это имел в виду Думала, когда ты рассказывал о занятиях, которые узнал у Кит Думала, когда ты рассказывал о знаниях, которые узнал у Китов Ты был таким отстраненным И это пугало меня? Я тоже чувствовал себя отстраненным от этого мира Сэйрен, ты в порядке? Я, честно говоря, не уверен, Каппа В последнее время у меня часто кружится голова В один момент я чувствую себя прекрасно А в другой будто мне наступит конец Прости Я знаю, что заставило тебя волноваться Сэйрен Ты можешь же сделать кое-что для меня Да, все что угодно Ты будешь Моим пленником А? Ну, не только моим пленником И еще ведьмой тоже Это значит, что я хочу, чтобы ты был всегда рядом с нами Я хочу, чтобы ты был здесь, со мной И не терялся в своих мыслях Только ненадолго Пока кружится голова Ага Хочу, чтобы ты был моим Я уже твой Будь моим еще больше Ха-ха Хорошо, злая ведьма Каппа Я буду полностью твоим Ты просто скажи, что делать Хм Подумай обо всем Через что мы прошли с тех пор, как мы встретились Шрам, оставленный твоей матерью Существа в устах Бога Умереть и быть возрожденным Я понимаю, что у тебя сейчас трудные времена Было бы странно, если бы не было трудностей Да Думаю, ты прав Но Ты тоже через многое прошел, Каппа Эй, кто здесь пленник, а кто злая ведьма? Ха-ха-ха Еще бы Тебе не обязательно сдерживать все в себе А Ага Я Я знаю Ты должен дать мне время разобраться во всем Я буду в порядке Хорошо Неужели Спустя вечность Наконец-то Я возвращаюсь Эй, подопечный Ты осмелился сбежать от своей стражи? Знаете, я думал, Каппа пошутил на эту тему Что? А тебе нужно немного личного пространства? Ха-ха Мы дадим его тебе Ха-ха-ха Почему это звучит как угроза? Эх Я ненавидел то, как меня обожает мой народ У меня было чувство, будто я не заслуживаю И капли их внимания Но Такая форма обожания В целом Даже приятно мне Сэрен М? Каппа рассказал мне, что раньше ты был принцем Э, да Было дело Мм Я когда-то была принцессой Правда? Никогда бы не подумал Ну Мне не то, чтобы прям нравилась эта роль Мне тоже не нравилось быть принцем Так что Думаю, я понимаю, о чем ты Правда? Что ж, ты в любом случае не выглядишь как член королевской семьи Ха-ха Эй Извини Если это прозвучит грубо, но Каппа попросил вас троих приглядывать за мной Нет, это мы сказали Каппе, что будем за тобой присматривать А? С чего вдруг? Из-за сердца? Из-за того, что мы всегда приглядываем за нашими приятелями-ведьмами Неважно, какие у них сердца Эй, Каппа! Приятно видеть тебя в сознании Тебе уже лучше? Что вчера случилось? Ха-ха Кто знает Может, Кит отреагировал на меня из-за того, что я маяк? Хм Что ж, главное, с тобой все в порядке А почему Физ не с вами? Физ вернулся домой А? В каком смысле домой? Обратно в нашу колонию в крепости, где живут остальные флайфины Некоторое время он будет там Мне казалось, Физ полон решимости пробудить китов и исполнить ваши желания А теперь вы говорите, что он просто сдался? У него нет выбора как такового Послушайте, Физ никогда не рассказывал вам этого Но есть и другая причина, из-за которой большинство флайфинов оставило эту затею с китами Мы как-то странно ведем себя, когда находимся рядом с ними слишком долго Делаем то, что неестественно нашему характеру И кажется, теряем себя Этим также можно объяснить, почему он так жестоко разговаривал с тобой, Сэрен Физ, которого я знаю, никогда бы не сказал подобного Ты действительно думаешь, что в этом виноваты киты? Если это так, тогда... Почему вы двое все еще здесь? Кто знает? Думаю, какая-то часть из нас все еще остается верной своей мечте, даже спустя столько времени Все же, не можем же мы оставаться тут еще дольше Что ж, кажется, нам уже пора возвращаться к работе Эй, Финн! Свиток, который я дал тебе, где он? Сэрен сказал, он был у тебя А, даже не знаю Возможно, его взяли с лаги? Прошу прощения Я дам знать, если он найдется Прошу прощения Я дам знать, если он найдется Я не доверяю Флаффинам По-моему, они ведут себя странно Да, я не знаю, украли ли они свиток Но что-то в них не так Возможно, они отказались от своей мечты И пытаются придумать новый план, как разбудить китов Надеюсь, это означает, что они оставят нас в спокое Не подходи слишком близко к китам, Капа А? Я осторожно! Смотри, сколько тут еще места! Это несправедливо, что вы, ребята, приводите время вместе В то время, как я просто сижу без дела Я бы хотел, чтобы ты помог нам почистить китов, Капа Это на самом деле довольно мило Правда? Похоже, это тяжелая работа Ты прав, но в этом есть что-то успокаивающее Это похоже на то, как будто ты избавляешься от всех своих забот Субтитры создавал DimaTorzok Сэрен? Эээ, о чем ты думаешь? Я размышляю о некоторых вещах, и я... Я думала о том, что я могу сделать, чтобы двигаться вперед. Долгое время моим образцом для подражания был мой отец. Он вдохновлял меня мыслить по-другому и искать новые способы достижения своих целей. Я всегда хотел быть похожим на него, но я понятия не имею, кто он. Я едва его помню. У меня в голове засела только его обожественная версия. Но правда в том, все, что я действительно знаю о нем, это то, что он ушел и никогда не возвращался. Мне нужно найти способ жить со своей виной. Поэтому я пытаюсь придумать, кто бы мог вдохновить меня. Кто бы совершил ужасные ошибки и все еще высоко держал голову. Знаешь, о ком я подумал? Твоя мама? Я все еще не уверен, что я к ней чувствую. Что она пыталась со мной сделать и всю ту ложь, которую она говорила столько лет. Иногда мне кажется, что я ее ненавижу. Но я думаю о том, как она со всем справляется. Бремя, с которым она так долго справлялась. Я могу злиться на нее, но я знаю, что она взвалила на свои плечи много вины. И когда ее разоблачили, она приняла свою судьбу с таким хладнокровием. После всего, что случилось и каждой ужасной ошибки, которую она совершила, она все еще в замке и делает все, что в ее силах для нашего народа. Я не могу не восхищаться этим, какой сильной она оставалась, несмотря на все свои недостатки. Я хочу быть похожим на нее. Я хочу иметь возможность нести на себе каждую ошибку и наивное решение, которое я принял. И все равно двигаться вперед. Для всех, кто вернулся в замок. И для тебя. Тебе это устраивает? Очевидно, я недоволен своей мамой. Но я уверен, что это неловко, если твой парень боготворит человека, который пытался тебя убить. Нет, я в порядке. Я никогда не ненавидел королеву Саску. В конце концов, все, что она делала, было ради тебя. Я восхищаюсь тобой. Хотя она все еще немного меня пугает. Хе-хе-хе. Могу я провести с тобой еще немного времени? Могу я провести с тобой еще немного времени? Ночью святилища так спокойно. Киты всегда успокаивали меня, когда я была ребенком. Я всегда приходила к ним, когда не могла заснуть. Я никогда не могла заглянуть в воспоминания китов, когда прикасалась к ним. Однако, я могла заглянуть в их сны. Они мечтали о красивых цветах и море с золотыми волнами. Став старше, я почувствовала себя виноватой за то, что подглядывала за их снами. Вот почему я поклялась использовать свой дар, чтобы защитить их. Да единственные слаги, рожденные провидцем. Не совсем. Хотя, такие редкость. В архивах здесь история слаги до меня, обладающих такой же силой. Говорят, что люди, рожденные с этой способностью, всегда были черно-белой внешности. Все ли они были очаровательны? Э-э-э-э, кто знает. Остальные относятся ко мне так, словно я мудрая. Но я совершила множество ошибок. И мне часто приходится хранить секреты. Хм, а вы могли бы подумать, что я должна знать, что происходит в голове у каждого постоянно. Но на самом деле, я невежественна. Я всегда вижу только воспоминания незнакомцев. Даже Флаффины для меня загадка. Их поколения работали здесь задолго до моего рождения. У Физа и его братьев и сестер не самые лучшие отношения с нами, слаги. Но с моей стороны было бы неправильно шпионить за их воспоминаниями, только потому что мы не ладим. Ты очень милая, Галлу. А? Я могу сказать то же самое тебе, Мона. Даже если ты находишься здесь недавно, и от того, что я увидела в воспоминаниях Сейрена, я знаю, что у тебя доброе сердце. Это сердце мне не принадлежит. Оно принадлежит кое-кому, кто был мне близок. Многие дети Октавии рождаются с несколькими сердцами, однако я родилась только с одним. Магия, с которой мы рождаемся, очень сильна, поэтому крайне важно, чтобы мы научились контролировать ее как можно скорее. Мы начинали практиковаться с самого детства. Я не была хороша в использовании магии. Независимо от того, сколько я практиковалась, я не научилась ее контролировать. И не успела я опомниться, как... Она убила меня. Но кто-то вернул меня обратно. Все хорошо. У меня было лишнее сердце. Меня зовут Нима. Ты хочешь быть моим другом? Этот инцидент непоправимо повредил мою шею, и я потеряла способность говорить. Но Нима вступилась за меня. Она не только подарила мне одно из своих сердечек, но она также всегда была рядом со мной. Я была очень зависима от нее. Настолько, что я начала чувствовать себя пиявкой, как будто я была просто продолжением ее тела. Она была моим сердцем, моим голосом, моим всем. Я не была уверена, кто я такая. Малышка Мона, самое время придумать, как тебе общаться. И я знаю, в чем дело. Магия! Тихо, тихо, не нужно бояться. Как королева, я сама буду учить тебя. Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Обещаю. Ты можешь это сделать, Мона. Я могу помочь тебе практиковаться. Я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Так что я знаю, что ты сможешь все. Муку научила меня управлять своей магией и использовать это как способ поговорить со всеми, кто меня окружает. Забавно, она даже не помнит, как сильно помогла мне. Все, что она знает, это то, что ее сердце в моей груди не мое. Я никогда не рассказывала ей о Мине. До сих пор я не могу вынести упоминания о своем прошлом. Но я должна поблагодарить Муку за мои способности. С ее помощью я стала довольно искусна в магии. Она была замечательным другом, Нима. Она умерла, не так ли? Да. Каждый из нас троих что-то потерял в тот день, когда был разрушен замок. Мука потеряла память, Нитимир потеряла руку, а я потеряла Ним. Но на самом деле она не покинула меня, потому что я ношу ее с собой. Я уже давно не говорила о Ниме. Неприятно снова думать о ней. Я привыкла узнавать о прошлом людей по их воспоминаниям. Но узнать чью-то историю через рассказ лучший способ. Просто прекрасно. У меня есть еще много историй о ней, которые я могла бы рассказать. О, пожалуйста, сделай это! Я очень хочу услышать все! «Салин» и «Салин» Девушки отдыхают Может быть, потому что ты не такой плохой, как о себе говоришь Это потому что ты мой любимчик Спасибо, что так хорошо заботишься обо мне Я не думала, что ты такой подлый Серьезно, не думаю, что я смог бы сделать хоть что-то без тебя Спасибо, Каппа Это я должен благодарить тебя Знаешь, я бы не выжил без тебя Каппа, что с тобой? Ты в порядке? Прости, я толкнул тебя Все в порядке, в порядке Каппа, что с тобой? Я... Я... Я очень не люблю ножи А... А... Почему... Почему ты ничего не сказал? Как долго я размахивал им перед тобой Я... Я не знаю Я должен был... Я просто... Каппа, ты должен рассказывать мне о таких вещах Это важно! Откуда мне знать, если ты мне ничего не рассказываешь? Ты прав Мне жаль Все нормально Все в порядке Все... Просто... Только... Поговори со мной Мне жаль Я... Тебя это тоже расстроило Нет, я не расстроен Я в порядке Я спокоен Я должен уйти А... Нет! Каппа, пожалуйста, не уходи Останься здесь И поговори со мной Пожалуйста Я... Я пойду Успокоюсь Потом я вернусь И поговорю с тобой Хорошо? Мы... Мы не можем быть вместе Прямо сейчас Ворм! Ворм! Где ты? Ворм! А? Вот ты где! Урррр! Уррр! 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 Урррр! Я все Испортил Я облажался Облажался А? 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 Сейчас я должен быть сильным Ради Серена Но ему снова пришлось Утешать меня Если бы я только рассказал ему о ноже Ничего из этого не случилось Но я был слишком напуган. А теперь я причинил ему еще больше боли. Мне интересно, когда эти пиздострадания закончатся, господи. Сколько они еще собираются друг друга мучить-то? А, кстати, вы знали, что ворум переводится как червяк? Белла, мы не можем быть вместе, господи. Бедный Сырен. Узнать последние актуальные новости по озвучке можешь в моем телеграм-канале. А если захочешь поддержать старую хухлю рублем, вот тебе ссылка на мой бусти. Это пророчество связывает меня с китами. Ворум, иди найди ведьм. Все нормально. Найди их так быстро, как только сможешь. Хорошо? Ты заметила, что Мона продолжает исчезать? Она с той пушистой провидицей. Не так ли? Они всегда смотрят друг на друга, когда думают, что никто не смотрит. Приятно видеть, что Мона проявляет кому-то такой интерес. Прошло много времени с тех пор, как это случалось в последний раз. А, Мона? Мы как раз говорили, а? Эй, не могли бы вы, пожалуйста, пойти и найти Капу? Вам тоже следует пойти и найти его, мисс Нитимир. Все в порядке, Муку найдет его. Я собираюсь посидеть с тобой немного. Эй, знали ли вы, что Капа боится ножей? Нет, он никогда не говорил мне об этом. Почему он мне не сказал? И если бы я знал, я бы выбросил свой нож еще несколько месяцев назад. Это потому, что у меня были трудные времена? Неужели он скрывал от меня все ради меня же самого? Я этого не хотел! Это совсем не помогает! Я... Я просто хочу, чтобы он поговорил со мной. Я просто хочу знать, что случилось, чтобы попытаться помочь ему. Я хочу, чтобы он доверял мне, как я ему. Мисс Нитимир, пожалуйста, дайте мне совет! Что? Я не знаю, что делать! Я хочу, чтобы Капа поговорил со мной. Что я ему должен сказать? Ты спрашиваешь меня? Что ж, Сэрен, ты ведь тоже скрываешь свою боль ради Капы. Вплоть до недавнего времени я скрывала свою боль от мук Коймона. Я думала, что защищаю их, держа свои проблемы при себе. Но все, к чему это привело, причинило им боль и оттолкнуло еще дальше. Сблизиться с ними оказалось сложнее, чем я думала. Я поняла, что меня снедает ненависть к себе, и мне трудно избавиться от этой части себя. Я думала, что намного проще позволить этому чувству задушить меня. Я хотела утонуть в нем. Но мое желание быть лучше ради мук Коймона оказалось сильнее. Так бывает. Если вы хотите стать друг к другу ближе, сначала позаботьтесь о себе. Мне кажется, я была такой же, как и ты. Были времена, когда я полностью сдавалась. Я застряла в этом цикле. Это отчаяние и ненависть к жизни, которая швыряла тебя взад и вперед, как бушующий поток. Это утомительно. И я не могу обещать, что цикл закончится в ближайшее время. Но есть счастье, которое вы желаете, но которое кажется недостижимым. Оно не так далеко, как ты думаешь. Я отдала тебе одно из своих сердец, потому что знаю, что однажды и ты, Капа, обретете это счастье. Это будет трудно, но мы поможем тебе. Хорошо? Так что, пожалуйста, продолжай бороться. Вот это мой совет. Капа, вот ты где? С возвращением, Физ. У меня было предчувствие, что этот свиток будет у тебя. Да. Я так благодарен, что ты обнаружил его. Благодаря этому я нашел решение всех наших проблем. Ты маяк. Не удивительно, что ты не хотел бы будить китов, если бы пророчество не велело тебе это сделать. Вот почему, после того, как я прочитал этот свиток, я вернулся домой и поговорил со своим племенем. Мы создали пророчество, согласно которому должен появиться маяк и, наконец, пробудить всех китов до единого. И все это простым прикосновением. Не волнуйся, на этот раз тебе не будет больно. Итак, что ты думаешь? Я отказываюсь. Ты плохой актер в сравнении со своим братом и сестрой. Так вот, почему ты был так жесток с Эйреном. Ты хотел оттолкнуть его от меня, как часть своего маленького глупого плана? Я просто твой большой поклонник, Капа. Я немного приревновал. Прекрати! Я не исполню твое пророчество. Я не обязан исполнять никакие пророчества, если я этого не хочу. Но на самом деле ты хочешь этого? Правда? Капа. Маньячела, блин. Какой же маньячела? О, ты такой не знаманьячела. Господи, помилуй. В эпизоде присутствует кровь. Так, чтоб ты знал на будущее. Вот, чтобы не возмущался, что так медленно выходит озвучка. Между прочим, я делаю перевод. Первое вообще во всем русском ютубе. Никто быстрее меня перевод не делает. Поэтому цени мой труд, мой вклад. И, пожалуйста, не пиши лишний раз, почему так долго выходит озвучка. Меня это очень раздражает. Правда, Капа? Проводить тебя обратно в твою комнату. О, ты хочешь остаться со мной на всю ночь? Что? Я не это имела в беду. Что ж, я бы не возражала. Хоть же маленький застрялся. В чем дело, малыш? Капа в беде. Нужно пойти и найти его быстрее. Давай же, Капа. Не нужно быть таким упрямым. Что это за магия? Вы же маленький засранец! Нам нужно поторопиться, пока кто-нибудь нас не нашел. Скажи это ему. С ним раздражающе трудно. Капа, если ты просто сделаешь то, о чем мы просим, мы больше не причиним тебе вреда. Все, что тебе нужно сделать, это разбудить китов. И все это быстро закончится. Чему ты улыбаешься? Ты совершенно беспомощен. Я могу сделать с тобой все, что захочу. Так легко сломать тебе все кости. Тогда ты наконец-то сделаешь то, что мы тебе говорим. Перестанешь ли ты быть эгоистом? И наконец-то выполнишь ту единственную задачу, ради которой существуешь. Что? Ты что делаешь? Мисс Нейтимир, вы очень добрая. Не называй меня так. Но вы такая. Я злая ведьма, ты забыл? Но вы самая милая ведьма, которую я когда-либо встречал. Замолчи. Мне нужна ваша помощь. Кажется, я не могу найти нашу маленькую ведьмочку. Что? У меня плохое предчувствие. Он бы не ушел сам, верно? Хорошо, мы поможем тебе. Что ж, похоже, слова нас ни к чему не приведут. Так, что насчет того, чтобы попробовать что-нибудь еще? Начнем с поломанных пальцев. Тебе ведь нужна только одна рука, чтобы исполнить пророчество. Все еще не хочешь нам помочь, Каппа? Или мы могли бы начать сдирать эти красивые чешуйки. Это вызвало у тебя такую реакцию? Я думаю, это именно то, что мы и сделаем. Я собираюсь убить тебя. Я собираюсь убить тебя. Предупреждение крови и насилие. Но когда это нас останавливало? Сэйрен? Остановись! Подожди! Подожди! Нет! Не убивай его! Не убивай его! Сэйрен! Не надо, Каппа! Отойди! Отойди! Нет! Ты можешь что-нибудь сделать? Вся магия покинула их тела. Любое мое движение только еще больше навредит им. Сейчас им нужно самим успокоить свои разбитые сердца. Или они умрут. А? А? Где я? Это темнота. Она напоминает мне род бога. И я потерял контроль. Неужели все так закончится? Каппа! Ты где? Ты здесь? А? Каппа! А? Предупреждение о крови. Каппа? Почему ты... А? Это то, что я скрывал от тебя. Часть меня из далекого прошлого, которую я никогда не хотел, чтобы кто-нибудь видел. А? Это из твоего прошлого? Тебе было больно, когда ты был таким маленьким? Это было то, что я сделал с собой сам. Я просто следовал тому, что велело мне пророчество. А? А? Я срезал свои чешуйки, чтобы попытаться спасти замок, полный страдающих людей. Но неважно, сколько чешуйок я отдал, я не смог их спасти. Каппа. После стольких лет, кажется, я не могу винить никого, кроме себя. Я чувствую себя так, словно подвел их, что это все моя вина. Но я все еще здесь. А? А? Помоги! Помоги! Пожалуйста, помоги нам! Помоги! Пожалуйста, помоги нам! Помоги! 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 Пожалуйста, спаси нас! Ты не можешь спасти меня от этого. А? Потому что это уже произошло. И я тоже не могу спасти тебя от того, что уже причинило тебе боль в прошлом. Я нашел в себе смелость показать тебе эту часть себя. Потому что я хотел, чтобы ты увидел, что я справляюсь с этим. И со мной все будет в порядке. Я был в ужасе от того, что ты узнал, но... Теперь ты это знаешь. И все в порядке. Так... Ты тоже покажешь мне свою боль. Я... Капа. У меня уже был не один шанс выплеснуть все из себя и поплакать. Я уже должен был стать сильным. Я уже сломался. Я решил, что хочу жить. И я становился сильнее снова и снова. И все так много говорили, чтобы подбодрить меня. Ты верил в меня. Я даже сам в себя поверил. Я слушал и говорил правильные вещи. Не так ли? Теперь со мной все должно быть в порядке. Я пытался взять себя в руки так быстро, как только мог. Потому что... Я должен сосредоточиться на спасении всех. На том, чтобы помочь тебе. Я не из тех, кто заслуживает того, чтобы сидеть сложа руки и грустить. Теперь со мной все должно быть в порядке. Я должен быть. Я... Я... Так устала от этого. Я хочу, чтобы все было в порядке. Здесь нет никого, кроме местного. Никто и смотрит. Никто и не узнает. Я никому не скажу. Ты можешь стать тем человеком, которым есть на самом деле. Так что... Только сейчас. Ну же. Покажешь мне? Прости. Мне так жаль. Предупреждение о крови. Это все моя вина. Мне так жаль. Прости меня, мам. Прости меня, зелки, сильфер, скиф. Не очень жаль всех вас. Вам всем было больно. Снова и снова и снова. Я должен был покончить с этим. Но я ничего не смог сделать. Мне очень жаль, пап. Мне жаль, что ты так сильно страдал, пытаясь спасти меня. Я этого не стою. Все так сильно меня любят. И я ничего не могу помочь. Я этого не заслуживаю. Я ничего не сделал. Все, что я делал, это было бесполезным. Плакал и выдумывал фальшивые отговорки. Капа, мне так жаль. Я хотел быть сильным ради тебя, но... Правда в том, что я устал. Ненавижу себя и хочу сдаться. Мне так жаль. Я... Мне жаль. Я не знаю, почему ты вообще полюбил кого-то вроде меня. Я действительно люблю тебя. Я люблю тебя. Я так сильно люблю тебя, Сэрен. Мне все равно, слабые мы или неудачники. Мне все это безразлично. Я люблю тебя. Так что, пожалуйста, останься со мной. Продолжай пытаться. Пожалуйста, Сэрен. Я... Я тоже... Я... Я тоже тебя люблю. Я так сильно тебя люблю. Я люблю тебя, Капа. Вы все еще живы? Это значит, что вы сделали это, верно? Вы соединены с моим сердцем, вроде. Вы двое запутались. Предполагалось, что вы подключитесь к сердцу в собственном теле. А? Не бери в голову. Это может подождать. Что случилось? Что все это значит? А? Хм. А? В чем дело, провидица? Галу! Откройте рот киту! Живо! А? Что? Галу? Галу, что ты делаешь? Вот он и финал третьего дома. Спасибо вам за просмотр третьего сезона. Надеюсь, вам понравилось. В этом сезоне мне действительно пришлось нелегко, что привело к длительным перерывам и частым задержкам. Поэтому я очень ценю ваше терпение, когда я пыталась наверстать упущенную. Четвертый сезон будет заключительным в замке пловца. И я собираюсь работать дальше, чтобы попытаться избежать задержек, которые были в этом сезоне. У нас впереди еще много интересного. А пока большое вам спасибо за чтение.